В эфире телеканал Асамар Игиз при своем мнении Инга Пеннер. Здравствуйте. Больной вопрос. Вот уже полтора года, как я слежу за судьбой двух домов, 20 и 20А по улице Больничной, объединенных в одно ТСЖ «Мой дом» и разобщенных перманентным противостоянием между жителями и председателем товарищества Александром Филоненко. Скандал, который начинался как коммунально-бытовой, сначала перешел в судебную плоскость, оппоненты главы ТСЖ уже частично выиграли два гражданских процесса, а затем и в уголовную. Полицейские следователи Октябрьского района Самара сейчас распутывают дело, возбужденное по части 1 статьи 285, что означает злоупотребление должностными полномочиями. Впрочем, активисты злополучных домов уверены, это лишь верхушка айсберга и намерены добиться более детального расследования бурной деятельности своего председателя. Все это нехорошая история началась еще осенью 2013 года. И как это обычно бывает с благой вести, в дома на больничной пришел долгожданный капремонт, как и еще в дюжину самарских многоэтажек. Всем им повезло, они успели в вагон уходящего поезда и под занавес федеральной программы получили бюджетные миллионы на то, о чем грезили десятилетиями. В большинстве домов мечта сбылась. Ремонт закончили точно в срок, а сами здания превратились в конфетки, как, к примеру, вот эта хрущевка на аэродромный после капремонта, ставшая достопримечательностью квартала. На больничной же в это время происходил поистине коммунальный триллер. Люди задыхались от строительной пыли, мусор валялся в подъездах неделями, 10 суток сидели без воды, полтора месяца без отопления. Все потому, что подрядчики и председатель ТСЖ не могли договориться о доступе к коммуникациям с арендаторами первого этажа. Но это еще полбеды. Вот когда здесь почти неделю не было канализации, дом и впрямь погрузился во времена мрачного средневековья. Подручными средствами пользовались. Дети в баночку, в бутылочку, потом это все выливалось. Сосед вообще это все на голову попал. Хорошо, он говорит, я был в капюшоне. Ну, у нас народ не весь может спускаться и куда-то выливать. Кто-то просто с балкона вылил. Так что у нас очень весело и хорошо. Отчаявшиеся жители позвали тогда на помощь журналистов. Пришлось лично бегать за рабочими и уговаривать их проявить к людям милосердие. Валяр, я прошу сейчас подойти вас. Валяр, ну это уже не серьезно. Это уже прямо как в детском саду. То есть вот смотрите, за то, что выделяет государство, за то, что мы должны еще заплатить, мы должны иметь вот такие вот мучения, страдания. То есть тратить свое время, бегать, кого-то упрашивать. Вот они полный стояк сделали за 7 часов. 7 часов. А меня продержали 7 суток. Маленькая разница. Вот и считать. Если так вот по 7 суток каждый подъезд, да мы к июню, как говорится, будем культурно жить. Шутка может и оказалась бы зловещей пророческой, если бы скандал на больничной не привлек внимание городского департамента ЖКХ и районных властей. После выхода первой передачи в эфир ремонту, конечно, придали волшебное ускорение. Некоторые стыки отремонтированы от и до. Потом вот после выхода вашей программы, то есть стали немножко слесари, скажем так, шевелиться. Ну не шевелиться, а по крайней мере их не срывать. Я хочу лично поблагодарить вас и телеканал ГИС, потому что на сегодняшний день, как выяснилось, это единственная движущая сила в нашем мире. Но вопросы остались. А кто же ответственен за все эти злоключения домов на больничной? За проведение капремонта, как и за его качество, отвечал председатель ТСЖ «Мой дом» Александр Филоненко. Весьма примечательная личность. Ни с кем не церемонится, ни с жителями. Он обзывает дураками, и все такое, и дураки, и идиоты, и придурки полные. Ничего нельзя у него выяснить, чего бы ни спросил, он несет всякую чушь, ерунду какую-то, заговаривает и все. Либо врет, либо оскорбляет и хамит. Он нас вот на последнем собрании, мы собрались, он нам сделал знак, кулак кверху и ладонью за локоть. Вот так вот нам показал всем. Не с журналистами. В разгар коммунального хаоса на больничной я искренне пыталась понять точку зрения председателя ТСЖ. Дать ему шанс объясниться. Не вышло. Вот так закончился наш первый разговор с Филоненко. Девушка, вот вы поймите, что вы не тем занимаетесь. Вы не тем занимаетесь. Вас вызвали, вылез говно на меня, понимаете? Вот. Ну, вылезе, так вылезе. Мне, честно говоря, на это наплевать. А вот такая душевная беседа у нас состоялась уже на днях. Ну, вы, наверное, меня помните. Журналист, который делал неоднократно материалы про больничную 20 и 20А. Алло. Ну и что? Александр Валентинович, нам бы хотелось бы с вами все-таки встретиться, потому что мы собираемся делать продолжение материала. И без вашей точки зрения, конечно, на проблему, ну, наверное, невозможно обойтись. Алло, Александр Валентинович, может быть, вы не будете бросать трубку? Все-таки взрослые люди, давайте поговорим. Всякие мрази предоставляли вам ролики какие-то похабные, скомпилированные, да? И вы вот это пускали в эфир, да? Вот как вам это нравится? Всякими мразями, прошу прощения за грубость цитаты, председатель товарищества называет людей, которые проживают в доверенных ему домах. А похабный ролик – это запись его разговора с оппонентами. Обратите внимание, глава ТСЖ знает, что идет съемка, но в выражениях не стесняется. Вы нам обещаете уже 23 месяца уже. Значит, я обещаю. Вы, я приняли. А, уже ничего, да? Ничего, я обещаю. Вы на камеру, что ли, пишете? Естественно, на камеру. На камеру. Понятно, у нас же кто не воюет, то ура. Камни. Да, где же у нас? Мало того, кто гадит из-под тяжка, тот умный как раз. Гадит из-под тяжка. Да, и в открытую гадит, тоже умный. Снимай, снимай. Вы пришли сюда гадить, что ли? Вот почему вы пришли сюда? Это вы гадите пока на. Вы просто задумайтесь, в глубине этой души еще вами движет вообще. К оригинальной манере общения господина Филоненко я еще вернусь, а пока предлагаю посмотреть на результаты его работы. Свежие кадры, сделанные уже после капремонта. Вот все течет, видите, вот сыпется, весь угол, все течет, все сыпется. Вот после капремонта, мокрое, вот смотрите, все мокрое. Вы чувствуете запах? Акты подписывал Филоненко о приеме этих работ, подписывал подрядчик, который сдал эти работы. Протекает, вот вы можете посмотреть. Вот она, вода свежая. Вот здесь за голову мою квартиру, вот следы белые. Здесь идут на двери, следы идут. Я специально не стал стирать. У соседа есть видеозапись с этой квартиры, как вело. Вот такой у нас хозяин. Топило вот от этого угла, здесь и вот здесь. Филоненко пришел, составил, сейчас секундочку я вам покажу, составил мне акт, но он его не подписал, чтобы визуально не голословым быть, пока без подписей. Пока копию мне акта не выдали. Это вот факт, подтверждающий пролив квартиры после капитального ремонта. Уж не знаю, какие идиллические картины маслом господин Филоненко рисует в своих отчетах, но госжилинспекция еще в сентябре 2014 года подтвердила факты протечки, равные, как и другие претензии жителей. Люди жалуются на холод в квартирах, на неисправные мусоропроводы, да и в подъездах осталось много, на их взгляд, недоработок. Вот это, вот эти вот заделанные швы, это бутафория, потому что под них ничего нет. Должны были подвезти в каждый карман электропроводку под эти лампы. Ни ламп нету, нет ничего. Пустой вот такой работой, навалом. Все это время активисты с больничной не сидели сложа руки, пытались переизбрать председателя. Но Александр Филоненко не из тех, кто сдается без боя. Кресло еще под ним, но уже шатается. Для начала оппоненты главы ТСЖ в суде доказали, что заочное собрание, состоявшееся в сентябре 2013 года, и на котором Филоненко подтвердил свои полномочия, прошло, мягко говоря, с нарушениями. В список конкурентов председателя попали далеко не все желающие, да и сами бюллетени голосования имели, по мнению суда, многочисленные, цитата, дописки и подчистки. Филоненко решение Октябрьского суда пытался протестовать, но неудачно. Признать недействительно протокол подсчета голосов членов ТСЖ. Но самое главное, что он был выбран недействительно. То есть он с какого времени, получается, был нелегитимен? С 25 марта 2013 года. И по какой срок? По сей день. Он не остановился на этом. Затем он начинает проводить еще одни выборы, мы называем их подпольные. Кто против него, он не ходит, а кто, он приходит, старенький, уговаривает? То он не уговаривает, но он обманывает. Обманывает. Первые выборы, которые вот он проводил, были под девизом «Не будете за меня голосовать, не будет капремонта». Опять, говорит, набрал там 80%. В тот раз он тоже набрал 81%. Якобы 81%. Якобы, да. А вот этот суд показал, что это не 81%, а 23%. В этот раз, наверное, будет то же самое, потому что мы, конечно, в суд подадим. В судах жители одержали еще одну победу. Доказали, что свою зарплату господин Филоненко получал незаконно. По сути, сам себе назначил. Спросите, как такое может быть? Легко и просто. Вопрос о повышении жалования на общее собрание не выносился, решался в узком кругу правления, что в корне противоречит жилищному законодательству. Надбавка, подсчитали люди, получилась солидная. Чуть более 900 тысяч рублей. Правда, взыскать эти деньги не получилось. Суд, на мой взгляд, отказал по формальным основаниям. Дело в том, что ущерб был нанесен ТСЖ, а значит, и требовать вернуть сумму может только товарищество, а не отдельные его представители. Ну а пока Филоненко удерживает должность, понятно, что вряд ли ему захочется подавать в суд на самого себя. Впрочем, это вполне можно будет сделать в рамках уголовного процесса. Жители больничной подали заявление в АБЭП, которому был дан ход. Вот сначала появилось уголовное дело о самоуправстве. Сейчас его переквалифицировали на более тяжкую статью «Злоупотребление должностными полномочиями». С 1 сентября 2012 года по 1 октября 2014 года руководитель правления товарища собственников «Жилья. Мой дом», расположенного в домах 20 и 20 А по улице Больничной в Октябрьском районе города Самара, завладел денежными средствами правления товарища собственников «Жилья. Мой дом». В настоящее время ведутся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление виновных лиц для принятия законного и обоснованного решения по данному уголовному делу. Узнать, что думает на сей счет главный герой этой истории, увы, опять не удалось. «Вы в курсе про уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями?» «Это вам кто сказал вот это вот?» «Ну официальная информация от главного следственного управления». «Вот так вот?» «Да». «Да? Все? Вот все?» «Ну я хотела задать вопрос, вы в курсе событий? И как вы можете их прокомментировать?» «Без комментариев». Спустя несколько минут на мой телефон пришло странный смс без подписи. Цитирую, «Вам бы о своем моральном облике подумать». Ну что ж, о морали, совести и душе никому подумать не вредно, равно как и об уголовном кодексе. 285-я статья «Злоупотребление должностными полномочиями не тяжкая, но все же неприятная». Максимальное наказание до 4 лет. Могут и лет на 5 лишить права занимать определенные должности. Есть над чем поразмышлять. Меж тем, за долгоиграющим скандалом на больничной следят не только жители и журналисты, но и депутаты губернской думы. Степан Филатов рассказал, что намерен добиться от правоохранительных органов полного расследования. Еще долги же на доме висят. Это тоже проблема. Я думаю, здесь прежде всего надо... Это и жильцам самим, жильцам не успокаиваться. А само председатель, это сажает мой дом, по нему тоже масса вопросов есть. Есть судебное решение, где указано, что он незаконно получал зарплату. Это тоже не исполняется. Очень много странностей. Надеемся, что вот новый глава нашей полиции, который придет, вполне возьмет, может быть, еще дополнительную проверку сделаем. Потому что мы это дело не будем оставлять. Программа, при своем мнении, тоже не останется в стороне. Тем более, что и жители об этом просят. Ваша помощь заключается не только в том, что вы сняли и выехали, отработали для себя, и кто-то посмотрел. Ваши диски мы, во-первых, прикладывали, передали и в ГЖИ, передавал я и в Минэнерго. Видно, вот то, что вы показываете, все равно влияет на ту ситуацию, которая складывается в нашем ТСЖ. И если вы будете продолжать именно работать в этом направлении, в сфере ЖКХ и в других сферах, я думаю, это помощь не только нам, вот Дымову, Створцову, тут еще ряду лиц. Это помощь Самарии. Мы на вас, на вас возлагаем средства массовой информации. Это же чудо. Мы вообще рассчитываем на вас очень здорово. И если вы не будете нам помогать, бардак как был, есть и будет. Ставлю вот историю многоточия. На сегодня пока все. Звоните, пишите, жалуйтесь. Удачи вам. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»